Я знаю общее отношение к PMC в народе, и их продукцию принято только нежно и беззаветно любить и с придыханием мечтать. Но я ответственно заявляю, что PMC 6.2 это акустическая система, которую я не буду боготворить на протяжении всего этого видео, и которую я могу рекомендовать к покупке только если вы посмотрите это видео до конца и сделаете выводы. Не подумайте, что она безнадежно плохая. Плохих лунок за миллион рублей сделать, ну, не получится, даже если вы очень постараетесь. Но лично мне они не то чтобы прям, ну, зашли, учитывая их цену. Мы вместе поищем и плюсы, и минусы, и я расскажу, что меня смутило, потому что хочу помочь вам определиться. Вдруг вам миллион пристроить некуда. Однако, если вас не впечатлить каким-то там роликом в интернете, или вы их уже купили, то я расскажу вам о них все, что мне удалось выяснить за месяц нещадного использования. Как их настроить, как их поставить, как выжать из них максимум и починить своей воле. А теперь заставка. Если честно, я сам настоял, чтобы ребята мне их отправили. А что за ребята, я вам потом расскажу. Короче, я прям очень хотел послушать новую линейку PMC, потому что я люблю слушать колонки. Тут, когда ни глянь, у меня очень много разных колонок каждый раз. Это моя слабость, слушать колоночки. Если вы подписаны на мой телеграм-канал, то вы знаете глубину моего безумия. А если не подписаны, я не знаю, чего вы ждете. Ссылки найдете, думаю, справитесь. Я все эти колонки так расставил обильно, только для кадра, чтобы видео было красивым. На самом деле, конечно, я не чокнутый работать на четырех парах мониторов одновременно. Теперь к колоночкам. Значит, это английская активная акустическая система PMC 6.2. Они цифровые, на классе D, трехполосные. У них два низкочастотных динамика. Вот один, вот второй. Один средник и один твиттер. Вот вам вся вскучная техническая информация. Можете нажать на паузу и почитать всякое, если любите духоту. Вот я люблю, и я бы нажал на стоп и почитал бы. И мне они очень сильно нравятся внешне. Я ничего не могу с собой поделать. Я считаю, что это очень красивые мониторы. Они выглядят стильно и брутально. И если бы ко мне пришел клиент на студию, ну, честно вам скажу, я бы хотел его, конечно, впечатлять внешним видом именно вот этих вот прекрасных мониторчиков. Только немного смущает вот этот вот пластик на морде. Как я сказал, они цифровые. Можно подключить по АЭС ЕБУ православному. Можно по старинке по аналогу. Это значит, что внутри стоит аналогово-цифровой и цифро-аналоговый преобразователь. И гоняет сигнал цифро-аналог туда-сюда. Поэтому, если есть вариант подцепиться к ним по цифре, делайте так. Я подключался по аналогу. Мне слишком поздно приехали мастеринговые конверторы, у которых есть цифровой выход, чтобы подключить их и попробовать по цифре. Поэтому я подробно не слушал и ничего сказать не могу. Отличается ли звук драматически или не отличается. Поэтому будем говорить про звук, который мы подключали по аналогу. Я знаю. Сейчас вы начнёте на меня гнать за то, что я неправильно подключил. По цифре лучше. И какой я обзорчик после этого. Вот этого мне тут не надо. Раз можно по аналогу подключить, то пущай по аналогу и работает. У нас есть проверенное место, на которое встают все мониторы и играют наиболее оптимально. И ровно именно в этой вот точке. База между твиттеров 2 метра. До точки прослушивания, то есть вот до сюда 180 сантиметров. Классическое среднее поле. Если внутри есть DSP, Digital Signal Processor, то мы можем влиять на звук и подстраивать его под помещение, так или иначе. Родить холивар добро это или происки столы мы не будем. Не нашего этого ума дело. Ребятам из PMC виднее. Так вот, вотнув шнур Ethernet в колонку, мы можем оказаться в одной сети с ними и настраивать их под наше помещение. Причем делать это офигенно удобно. После того, как шнур оказался в вашей колонке, у нее на заднем дисплее высветится адрес. Как к ней подключиться? Буквально, ребята, открываете браузер, значит пишите 192, 192, 168, моя колонка была 168, 1, 120. Открываете, у вас открывается интерфейс, через который очень удобно и классно можно настраивать колоночку. О чем я вам рассказываю? Давайте я сейчас вам покажу и расскажу про настройку и расстановку мониторов. Все, что знаю. Поехали. Значит так, что у нас все получилось. Нам нужно буквально всего ничего. Нам нужна студия, колоночки, измерительный микрофон, который у меня здесь есть. Вот у нас он здесь уже стоит подключенный. И нужна программа Room EQ Wizard. Значит, смотрите, измерительный микрофон мы ставим на высоту нашего уха. В данном случае это 110 сантиметров. Акустическая система тоже должна находиться своей акустической осью на высоте 110 сантиметров. Обычно производитель пишет у себя на сайте или в буклетах, где находится акустическая ось колонки. Как правило, это или высота твиттера, или высота среднечастотника. Значит, я сейчас говорю не только про PMC 6.2, любая другая акустическая система, которую вы будете таким макаром измерять, по-хорошему должна находиться на высоте как раз таки вашего уха. И по-хорошему же тоже не стоит акустическую систему наклонять, потому что наклон больше 5 градусов обычно любые студийные мониторы переносят довольно скверно. Поэтому постарайтесь поставить их максимально ровно, тогда ваши колонки будут звучать максимально здорово и так, как задумал производитель. Короче говоря, хватит разглагольствовать. У нас есть микрофончик, у нас есть программа RoomQ Wizard. Вы можете ее скачать бесплатно в интернете. Она есть и на Mac, и на Windows. Качайте, устанавливайте, ничего нет сложного. Это не будет обзором программы RoomQ Wizard, иначе это видео затянется на миллион лет. Нам нужно здесь буквально две вещи. Нам нужно сейчас будет три вещи. Сначала мы сейчас давайте сгенерируем и поставим микрофончик максимально ровно, потому что если мы будем сейчас измерять одновременно и правую, и левую колонку вместе, по-хорошему вы, конечно, можете отдельно и правую, и левую колонку измерять, и отдельно их эквализировать, такая есть возможность. Но я буду делать все вместе в качестве демонстрации. Так будет просто проще. И когда вы будете измерять две колонки сразу, если звук от них будет приходить не одновременно, допустим, до этой колонки будет 165 см, а это и 167, то в области высоких частот будет происходить некоторое вычитание. Для того, чтобы его нивелировать, сначала мы берем рулеточку, выставляем микрофон, так как я уже знаю, где у нас стоит микрофон, у нас на полу есть прям отметки под этот рост, под эту стойку микрофонную, поэтому я здесь уже все знаю, все обмерено, но если вы это не делаете впервые или просто нечасто, выберете обычную рулеточку и измеряете расстояние до вашей колонки. Померили раз, померили два, и поставили, чтобы было примерно по центру, расстояние от капсюля микрофона до каждой из акустических систем должно быть одинаковым. Второе, вы должны расположить именно капсюль микрофона там, где находится ваша голова, потому что, ну, есть некоторые соблазны расположить микрофончик, конечно, поближе, что не очень здорово. Теперь нам нужно, чтобы высокие частоты залетели и от правой, и от левой колонки одновременно, мы для этого, по-прочему, очень простой трюк. Здесь есть наверху генератор, и мы создаем в нойзе wide periodic на минус 12 dBFS, мы создаем вихелый шум. Нажимаем в отпределение. Белый шум у нас создался. Все супер. Теперь мы идем вот сюда вот в RTA, и нажимая вот сюда вот на кнопочку как бы live трансляции в прямом эфире, мы сможем увидеть АЧХ наших, АЧХ, которая приходит на капсюль микрофона. Чтобы быть уверенным в себе мужчиной, нам нужно заскочить быстренько в настроечке, выбрать здесь сглаживание. Я ставлю одну шестую, потому что мне так удобнее всего. Здесь вот я ставлю 16K, а остальное оставляю примерно вот в таких вот параметрах. Если вдруг у вас будет вот эта полоса слишком низкая или слишком высоко, вы можете поправить это в лимитах. Вы идете в лимиты, и выставляете от скольки до скольки мерять. Поставим live. Вот наш микрофон реагирует на наши щелчочки. И давайте мы сейчас поставим генератор. И все, отследим. Как вы можете видеть, микрофон у меня стоит довольно ровно. Если я его, допустим, еще буду сдвигать вправо или влево, вы увидите, что появляются провалы в микрофоне, которые нам будут мешать сделать корректный замер. Обратно начнем громкость. Вот я сдвинул микрофонную стойку сантиметров на 5 влево, и вы видите, как изменился вверх. Но сейчас интересует именно вот эту область частот наверху. Возвращаем обратно. Опа, она, видите, обратно ошла вниз. Возвращаемся обратно. Примерно такой нам и нужен. Все, у нас микрофон стоит ровно. Мы в этом уверены. Приходит и с правой, и с левой колонки одновременно сигнал. Теперь нужно сделать замер. Кстати говоря, я это не сказал, ну, вдруг. Все-таки это не обзор программы RoomCubeWizard, но чтобы выставить в вашу звуковую карту микрофон, нажимаете на Preferences, и как в вашей Dole вы выставляете Output Device, откуда звук играет, и Input Device, куда звук входит. У нас в данном случае микрофон U-Mig. Вот этот вот. Прекрасно. И нажимаем сюда вот на кнопочку Measure, то есть измерение. Выставляем нужные нам настройки. У нас будет L плюс R. Мы стреляем сразу обе две колонки и измеряем их. Нажимаем Start, слушаем, смотрим и кайфуем. Супер. У нас получился такой вот замерчик. Красивый. Здесь очень много ряби, и не очень это понятно, что это значит. Я обычно использую, ну, вообще, в принципе, рекомендуют использовать. Сглаживание. Вот здесь вот есть в граф, можно нажать на сглаживание 1,12. Это достаточно понятно, но при этом как можно меньше будет ряби. Теперь давайте посмотрим. То есть у нас, видите, средние истоты довольно ровные. То есть есть какие-то колебания небольшие. И есть вот этот вот подъем наверху, который есть у всех колонок PMC, что я слышал. То есть они вот наверху такую вот штучку дают, примерно от 8 до 9 кГц. У них есть такая вот красивая полка. Теперь давайте посмотрим, какая разница перепада. То есть у нас есть сейчас громкость каждой частоты в моей комнате. Моя комната довольно сильно влияет, ну, и ваша комната, любая комната довольно сильно влияет на акустическую систему. Поэтому нам нужно посмотреть самый тихий участок. Это 73 дБ. Ну, 74 практически дБ, а самый громкий 95. 74-95. Это получается примерно 21 дБ разницы, то есть плюс-минус 10,5 дБ. Здесь у нас разлет. В классных студиях звукозаписи с эталонным контролем допускается плюс-минус 3 дБ. У нас плюс-минус 10,5. Что, конечно, многовато, мягко говоря. Но мы с вами не пальцем деланы. Не зря мы здесь с вами собрались. И мы можем скорректировать вот здесь вот все страшные провалы и пики для того, чтобы уменьшить вот эти вот все жути-жутки. Это сделать довольно просто. Значит, здесь у нас есть 5-полосный эквалайзер, который встроен в PMC. Сейчас я об этом расскажу. Но для начала давайте мы при помощи программы RoomEQ Wizard выровняем эту АЧХ и посмотрим, какая нам нужна эквализация для того, чтобы эта АЧХ стала более-менее ровной. Мы не будем здесь уходить, вытягивать все в абсолютную ниточку-полосочку. Нам нужно убрать самые критичные дыры. Допустим, вот этот вот горб нужно убрать на 63. Вот этот вот провал был бы неплохо убрать на 311. Вот этот вот провал я бы убрал на 670. Короче, давайте побалуемся. Для этого мы идем во вкладку EQ. У нас здесь уже подгружается наш, собственно говоря, замер. Идем в EQ Filters. И мы можем создавать разные типы фильтров на разных частотах и крифовать. Вот нам сейчас нужен 60. Ну, давайте 3. 63. Выбиваем здесь 63. Давайте мы сделаем сразу на минус 8 нацбел. Бам! И у нас корректируется наша АЧХ вот таким вот макаром. Давайте дальше корректировать. Так, ну вот мы, ребята, с вами без фанатизма сделали вот такую вот эквализацию. Здесь у нас получилось 7 полос эквалайзера. Есть частота, то, насколько мы убавили или прибавили ту или иную частоту. И Q это значение, ну, то есть, как это, добротность. То, насколько это будет добротно влиять. Понятно, что мы не убираем вот эти вот маленькие провальчики, такие вот штуковинки мы не убираем. То есть, мы выставляем более-менее ровно. То есть, ну, как бы, что было и что стало, я думаю, вы видите, разница огромная. У нас здесь получилось 7 полос эквалайзера. А в настройках у PMC есть всего лишь 5-полосный эквалайзер и 2 шельфа. Давайте мы сейчас подумаем, какие нам нужно перенести настройки, от каких мы можем отказаться, какие у нас будут критичные и какие будут некритичные. Я вижу, что у нас меньше всего, вот, то есть, я бы отказался от двух полос эквалайзеров из этих 7. Во-первых, я бы отказался, наверное, вот от этой вот частоты 88, у нас тут где-то на 387 Гц. Я бы от нее, наверное, отказался, потому что я боюсь, что такая эквалайзация в плюс не пойдет на пользу ни комнате, ни нашей акустической системе. А второе, от чего бы я отказался? Пожалуй, я бы отказался вот от... Или от этой эквалайзации на 400, на 416 Гц. Или от этой вот эквалайзации на самом-самом наверху. То есть, видите, здесь у нас такая вот полочка есть красивая. Ну вот, у нас будет ровный верх. Что нам важнее, ровный верх или вот эту вот гарбинку убрать? Наверное, я бы лучше отказался от верха. То есть, я бы вот эту штучку не использовал. Эти значения перенесем в нашу программку. Значит, это все довольно просто делается. Очень просто, уверяю вас. Значит, мы открываем с вами браузер любой. В браузере мы начинаем вбивать то значение, которое у нас есть на задней панели, которая высветилась на PMC. В данном случае у меня высветилась 192. Вот, значит, 147. Мы открываем. Штучка грузится, подгружается. И если мы находимся с вами в одной Wi-Fi сети вместе с этими колонками, то все получится. У нас есть сразу подключенная колонка и А, и Б. То есть, у нас есть и правые, и левые колонки. Они здесь уже отображаются. Они даже уже называются Left и Right. Потому что я уже их называл. Мы их обе можем выбрать с вами. Если у нас есть Sub, мы можем включить у него отрез, фильтр, после которого играет Sub. И можем его не включать. Так как мы сейчас это все измеряем без сабвуфера, у нас Active здесь не стоит. Здесь есть дилей и фаза. То есть, мы можем инвертировать фазу. Вдруг это будет нужно. И можем выставить задержку между разными системами. Если вы сшиваете огромную систему, допустим, 9, 4, 2, как правило, при помощи дилея можно выставлять классно задержки, чтобы все фазово корректно сходилось в точке прослушивания. Такое может быть. Нажимаем вот сюда вот. Далее мы попадаем в настройки эквалайзера. Значит, у нас есть Low Shelf, High Shelf, первая полоса эквалайзера, вторая полоса эквалайзера. И здесь вот еще есть третья, четвертая и пятая. У нас есть настройки из рума Q-визорда. Первая частота у нас 63 Гц. Давайте мы сейчас ее сюда и вобьем. Так, и нам нужно еще проверить Q. Ну, здесь уже есть какие-то значения, потому что я их вбивал раньше. Я сидел уже, ну, я же делал тест, проводил все эти штуковины. У нас должно быть, Q-шка у нас должно быть 2. Q-шка у нас 2. Следующая частота, которую мы выбрали, у нас будет 210 Гц. Окей, 210 Гц. Кайф. Все, нам не нужно нажимать ни подтвердить, ни окей, ничего такого. Все сразу применяется сходу. Супер, теперь мы можем сделать, значит, мы эту штучку закрываем. Вот у нас есть наш предыдущий замерчик. Давайте мы сделаем сразу же новый замер. Видите, я микрофон не трогал, ничего не трогал. Все стоит, как и стояло. Давайте измерим, что у нас теперь поменялось. Поехали. Супер, вот у нас получился новый замер. Давайте мы сейчас возгладим 1.12 и посмотрим на разницу. Как было, как стало. Можно здесь нажать на All SPL и посмотреть один и другой. Вот у нас есть первый замерчик, у нас есть второй замерчик. Кстати говоря, мне кажется, что можно было бы придавить вот эту вот частоту маленько посильнее. Вы же видите, что она маленькая-то. Давайте мы это и сделаем. У нас это 63 Гц. Давайте смело придавим ее посильнее. 63 Гц на минус 8,8. Давайте на минус 10. В общем, да. Делая такие замеры, изменяя это все штуковину, можно довести до более-менее какого-то благоприятного состояния. Еще здесь она довольно много торчит на 600, на 675. У нас на 600, что там у нас было? 600, сколько? Настоящий балдеж. Так, вот стало еще ровнее. Супер. Ну, я думаю, что на этом можем остановиться, если мы этот замерчик удалим. Вот у нас что было. Вот у нас что стало. Было. Стало. Гораздо ровнее. Гораздо лучше. Таким образом мы подстроили нашу акустическую систему под, собственно говоря, под комнату. У нас есть вот эта вот мода, которую... Это я почти уверен. Давайте мы сейчас переключимся вот в такое вот отображение. Вот эта вот штуковина, вот эта вот выемка. Я почти уверен, что это отскок от пола. Но у нас обработаны все стены, потолки и так далее. У нас обработаны поглощающими материалами. А пол нет, потому что пол, ну, на полу просто ковролин. Случается отскок, интерференция, и выедается вот эта вот область частот. Вот установка сабвуфера или поиск немножко положения, движения в пространстве колонок поможет избавиться вот от этого штуковины, или ее сильно снизить, или ее вообще убрать. То же самое и вот про эту штуковину. Это тоже, я почти уверен, что отскок от пола. Убрав вот эти вот два страшных горбля, которые у нас здесь есть, которые лучше не эквализировать, мы сможем добиться плюс-минус... Ну, давайте мы посмотрим, допустим, вот по этой 80... 80 с половиной. Тут у нас торчок на 87. Плюс-минус 3,5 дБ, что, конечно, уже очень даже неплохо. А если мы сделаем сглаживание, допустим, 1,3, которое рекомендует сглаживать Ньюэлл, то, во-первых, у нас классно все с фазой. Вы можете обратить внимание, да, у нас... Фазовая эта штука, она очень красивая. У нас здесь есть небольшой... У нас здесь есть, короче, небольшая неприятность в фазе, но я знаю, что это, к сожалению, стол. У нас огромный шумный акустический тяжеленный стол, который мы скоро сменим. Вот он эту штуку дает. То есть у нас довольно неплохая фаза и довольно неплохо все почиха. Есть вот этот вот подъем PMC-шный, но, на самом деле, если вы к нему привыкнете или, наоборот, он вам нравится, то вы можете от него не избавляться. Может быть, в вашей комнате, ну, то есть будут другие моды, другие эти самые, и, собственно говоря, вы сможете отстроить так, как нравится вам. Собственно, это все. Больше здесь показывать нечего. Смотрите, как все легко и просто. После того, как колонка настроена, можем приступать к работе. Я могу сказать так. Все-таки сначала найдите физически наиболее ровное положение в комнате с колонками и поставьте их максимально удачно. А если у вас есть зеленые колонки, то, я думаю, нормальное помещение с хорошим акустическим оформлением и микрофон измерительный как-нибудь наскребете. И только после того, как вы не смогли физически поставить их в наиболее удачное место, берите в руки эквалайзер и эквализируйте. Есть всего три правила эквализации колонок. Первое. Старайтесь больше эквализировать в минус и меньше в плюс. Второе. Старайтесь не эквализировать в плюс провалы ниже 100 Гц. Это может еще сильнее усугубить провал. И, конечно, не эквализируйте очень узкие вырезы. И третье. Послушайте колонки после коррекции. Может быть, стало звучать хуже и лучше отказаться. Придерживаясь этих трех простых правил, можно добиться впечатляющих успехов. Лично мое никому не нужное мнение по эквализации акустических систем. Я не считаю эквализацию злом, но если можно обойтись без нее, поставив систему максимально ровно, то я буду ставить колонки ровно. Мне чисто именно вкусово больше нравится системы без коррекции, без эквализации. И часто больше нравится система на усилителях класса А или АБ и без DSP-обработки. Но вкусовые предпочтения и инструмент для работы это все-таки чуть-чуть разные вещи. Поэтому сейчас я пользуюсь эквализацией всех своих систем, что вы тут видите и даже вот, что не видите. У нас есть, стоят там вот ATC SM45. Вот, например, вот так вот сейчас выглядит замер наших ATC-шек, на котором мы работаем. Без коррекции такой равноты добиться невозможно. Тон аудио, что стоят рядом, тоже DSP. И PMC тоже настроены под помещение довольно ровно. Кстати, в описании есть контакт Александра. К нему можно будет обратиться за приобретением любой модели из линейки PMC. Даже самой большой и дорогой. Цены самые лучшие на рынке. Дешевле в России и СНГ данной акустической системы просто не найти. Так что если интересуетесь, куда можно пристроить миллиончик-другой на PMC, то это к Александру. Слыхал, они могут привезти монстров за девять. Теперь, после того, как мы их поставили, настроили, мы можем перейти к работе и оценке звука. Вот тут у меня случилось разочарование. Поймите, я как ребенок на Новый год ждал классные дорогие колонки. Ребята, которые мне их прислали, были очень милы и воодушевлены. Отправили мне их довольно быстро. Я в том числе про Александра. Колоночки приехали. Я достал их из коробок. Они такие красивые. Оказались такими технологичными. Потом оказалось, что настроить их довольно просто. И это очень удобно. Я еще подключил к ним саб. К сожалению, не видно, но он там стоит. Которые ребята мне тоже любезно прислали. О сабе я тоже расскажу отдельно. У меня будет прям целый отдельный видос про сабвуферы. Поэтому подпишитесь. Следите за каналом. Не пропускайте. Зима будет очень насыщенной. Короче, включаю вот это вот все. И восторг не оправдывается. Я ждал, что сейчас будет ну вообще. Может быть, я слишком многого одних ждал. И был слишком очарован ожиданиями. Не знаю. Вы можете считать меня плохим звукорежиссером. Плохим специалистом. Глухим, косым, тупым. Как вам угодно. И ради бога. Также вы можете считать меня хорошим специалистом. Который классно сводит и что-то понимает. Но независимо от этого. У меня есть два уха. И они слышат звук. И я могу поставить одни колонки и другие колонки. И нажатием одной кнопочки. Буквально вот здесь вот, ребята. Вот здесь вот. Нажатием одной кнопочки. Я могу переключаться и слушать то одни колонки, то другие. И сравнивать. Где детализации больше. А где меньше. Где планы четче. А где смазаннее. Где атаки острее и быстрее. А где медленнее. И так далее. То кино нужно быть семи пядей во лбу, чтобы такое различать и замечать. Но. Тут очень важная мысль. Я легко могу представить человека, который послушает или в лоб, или в сравнении эти колонки и скажет. PMC это прям мой звук. Люблю очень сильно. Беру. Например, я не люблю звук мониторов в фокал. Слушал и даже работал на большом количестве этих мониторов. Считаю и дорогие, и дешевые фокалы не моим звуком. Но есть, например, Лука Приталеси. Обладатель трех премий Грэмми. Который работает на фокал 3.11. Который я лично терпеть не могу. Но я думаю, что он может себе позволить любые мониторы на свете. Но работает он именно на ненавистных мною трио. Или есть такой инженер, как Фаб Дюпон. Он тоже сидит на фокалах со всякими этими шокирами и Дженнифер Лопесами работает. И получается, что мое слово против слова обладателя премия Грэмми. Как только свой Грэмми получу, так и буду авторитетно спорить. А пока получается, что все фломастеры разные. Сколько людей, столько и мнений. И я могу на уверенном лице, конечно, нести фигню на протяжении всего этого ролика. То что ролик весь канал может быть неправный. Так что, пожалуйста, думайте сами. Решайте сами. Но своим мнением я все-таки поделюсь. Сравнивать я буду их с ATC SM45. Обзор на канале можете заценить. Они тоже трехполосные, тоже английские, тоже черные. Стоят тоже больше миллиона рублей. На этом сходство их, к сожалению, заканчивается. Я буду очень часто ссылаться на ATC и говорить, что я имею в виду. И старайтесь не запутаться. ATC — это колонки, которые стоят у нас на студии, на которых мы постоянно работаем. PMC — это колонки, которые мы сегодня обозреваем. PMC — это вот. ATC — это вот. Не путаем. Хоть и названия довольно созвучны. Давайте пробежимся по впечатлениям. Первое. PMC звучат чуть красивее, чем ATC. На ATC вся музыка всегда звучит немножечко недостаточно готова. Может быть, это какая-нибудь Dua Lip или Adele звучит однозначно готова. Но на ATC всегда оставляют впечатление честной колонки, на которой всё ясно и на которой всегда хочется доделать звук. И не звучит как готовая. Если вы микс-инженер, вы понимаете, о чём я говорю. PMC же, в свою очередь, чуть красивее делают всё. И песня звучит готовой незадолго до того, как она готова на ATC. Мы тут собрали микс одному артисту и уже на финальных стадиях сведения ночью я не доделал свою работу. И я переключаюсь на PMC буквально. И артист такой, мимо меня идёт, такой говорит, о, вот сейчас круто, что такое я сейчас сделал? Я, конечно, объяснил, что я просто переключился на другие колонки. Думаю, для продакшена это может быть и хорошая фича. Она поможет находиться в груве постоянно, они будут стимулировать себя хорошим настроением, продолжать писать. ATC для продакшена могут показаться чрезмерно скучными. Но я миксер. Второе. Они яркие и немного пс-пс-пс. И дело не столько в АЧХ, потому что АЧХ можно поправить. Но в сравнении со всеми колонками, что тут есть, а у меня их тут много, они делают область именно от 8 кГц более яростной. Не знаю, как это объяснить, но они просто ярче. Привыкнув к ним, становится всё ок. Нет такого, что это режет ухо или бесит. Но то, что они ярчат, это факт. Но ощущение того, что они острее и точнее по верху, чем, например, ATC, у меня всё-таки присутствует. Вот этот вот вершок, он очень осязаемый, и промахнуться или накосячить в нём, как будто бы невозможно. Кстати, такой же характерный верх есть и у Result 6. Вот они там стоят, возле меня. И на который тоже будет обзор на канале. Так что не переключайтесь. Я их буду хвалить, потому что они крутые и бескомпромиссные. Вот ещё один повод на меня подписаться. Третье. Мы вступаем на область эзотерики. И сейчас я буду говорить ощущения, которые я никак не могу подтвердить или объяснить. Но кажется, я на слух отличаю, есть ли в колонке преобразование из аналога в цифру и обратно или нет. Так как будто бы я слышу вот это вот цифровнение колоночное. Цифрение. Цифрование колоночное. Короче, впечатление, как будто бы ты не смотришь кино, а смотришь на компьютерную игру. Если вы понимаете, о чём я. Всё вроде бы так же, но немножко не так же. Четвёртое. В них немного резиновый низ. Это тоже на уровне эзотерики. Вы извините, что я вот использую вот такие вот эпитеты, других я подобрать не могу. Но мне кажется, что низ резиновый. И всем, кому я говорил из местных обитателей в студии, что вот я вот, что услышал резиновый низ, они мне тоже говорили, что низ резиновый. И сразу со мной соглашались. Хотя объяснить именно в чём дело сложно. И мне это меньше нравится, чем у UTC. У UTC есть тяжесть и твёрдость внизу. Что бы это ни значило. И потому что удалось вычленить это, вроде бы всё. Других я не нашёл. Но ещё раз повторю, что у меня были ожидания просто вау. Они оказались просто норм. Я решил удостовериться, что я ни один такой сошёл с ума и не впечатлён колонками PMC. И написал разным коллегам, которые имели с ними дело. Написал Василию Сиденко. Это звукорежиссёр Термейтс и Лаба с Антоном Беляевым. Вот, например, у него пара стояла таких вот мониторов полгода. И в ходе общения Василий тоже высказывал недоумение. И ему тоже, как миксеру, не подошло. И он сказал, что тем, кто занимается продакшном, может быть, это сойдёт на отлично. Но ему не очень. С таким же вопросом я обратился к Александру Перфильеву. С ним, кстати говоря, есть подкаст на канале. Потому что знаю, что он имел дело с PMC 6.2. И он тоже высылал некоторое негодование. Но, в общем-то, мы с ним сошлись на том, что ему они не нравятся. И тут у меня повис вопрос и дилемма. Мне ребята-представители отправили колонки, платили трансфер. Оставили их тут больше, чем на месяц. И я пишу им, говорю, типа, мол, ребята, я, конечно, не могу вам снять обзор. Но впечатления будут невосторженные. Что делаем, господа? Стали разбираться, что именно не нравится. И мы, ну, в ходе общения пришли к тому, что это всё вкусовщина. И эти колонки у них активно покупают. И покупатели остаются довольны. И дают волшебную обратную связь. В очередной раз, поняв, что на вкус и цвет все фломастеры разные, мы даже, например, вступили в полемику некоторую небольшую с Антохой, которая является вторым владельцем вот этой студии. Потому что ему PMC понравились чуть больше, чем мне. И я решил дать ему слово, как человеку, который нашёл в них больше плюсов, чем я. Для меня они остались мониторами, которые всё-таки останутся как мониторы для именно любителей, тем, кому понравится их звук. Те, кто их понял, как бы прочувствовал, что это их студийные мониторы. По тем минусам, которые ранее говорил Саша в ролике, я его поддержу. Мне понравилась их детальность в низких частотах. В том плане, что как они передают длину бочки. Динамический диапазон, да, всплески, как вот играет бас особенно. Как это чётко ощущается и слышится. Видимо, это, ну, заслуга ихнего порта выхлопа воздуха с технологией ETL. Я заметил, как она по-другому передаёт вот эти детали в динамическом диапазоне низкочастотного спектра. Ну, а также это и относится, и как ощущаются, и понимаются хвосты, бочут. Также и длина ноты его баса. Эти мониторы очень мне понравились, как пара вторых студийных мониторов у нас в студии. Потому что они дают, в том плане, то, что они дают абсолютно другой звук. По-другому передают созданный тобой микс. Вообще, в этих мониторах есть детальность. Они детальны, они подробны. Но они как-то очень особенно по-своему передают в общий звук. Когда у нас были другие все студийные мониторы в комнате, когда на них переключаешься, ты в них не слышишь ничего нового. А вот когда я переключался на PMC-62 после нашей основной пары, я всегда мог кое-что поискать, найти. Это очень было классно. Также в них я заметил присущую, как я понимаю, подавляющему большинству студийных мониторов класса D с цифровой обработкой, их призвук, звук, передачу картинки и тембров. Что мне лично, на мой вкус, мне не очень нравится. Когда слушаешь микс через PMC-62, есть ощущение вот этой цифровизации, и она заключается в том, что есть ощущение, что ты слушаешь, смотришь микс, если так условно можно сказать, через такую призму, то есть как будто ты смотришь экран монитора в очень крутейшем разрешении, там 4К, 8К, то есть все подробно, все понятно, но это все-таки экран монитора. Совершенно другое ощущение создает, ну, наша другая пара мониторов в нашей студии, когда ты их слушаешь, когда ты слушаешь через них микс, то ощущение, что как будто ты вот по-настоящему живу, через своими глазами видишь пейзаж, море, там, не знаю, там, поля, облака, вот оно прямо вот у тебя здесь. Через мониторы PMC-62 есть ощущение цифровизации. Типа, это, конечно, неплохо, но это просто по-другому, и если это ваш звук, вам понравится такая передача общей картинки, то тогда вам стоит приобрести эти мониторы. И, в общем, у меня сложилось, что все-таки это такие мониторы на любителя. Вот, кому понравится, то тем понравится. Потому что многие говорили, что, типа, вот там, в отличие от PMC, другие мониторы, они вот какие-то скучные, пресные, они вот, типа, вот как на них вообще работать, как их слушать, вот. Некоторым людям мне не нравится совсем уж сухой нейтральный звук. Так что, в общем, мое мнение, в принципе, такое. За большим, развернутым комментарием от Антона можете перейти на его канал. Там будет полный отзыв. Кстати, думаю, есть смысл сказать, что производитель рекомендует прогреть эти мониторы перед работой. Мы оставили их включенными на средней громкости и, ну, примерно больше, чем на 50 часов. Они играли. Чтобы, в общем, я вам рассказываю, чтобы вы потом меня в комментариях не обвиняли. А то в обзоре на наушники с Sonoflow за 5000 рублей меня обвиняли в том, что я не прогрел уши, и поэтому они звучат плохо. Ха-ха. Я, в целом, не очень большой знаток акустики и построения акустических систем и не знаю всех нюансов, но мне кажется, что прогревать колонки это что-то на аудиофильском. Хотя PMC, вроде как, это сами рекомендуют сделать. Так что спорить не стал. Всё сделал, всё прогрел, 50 часов, даже больше. Но я не заметил, что звук прям, ну, менялся и стал, там, вообще капец лучше. Какой же вывод мы можем сделать из этого всего? Пока вы сами не послушаете, никакие мнения из интернета ничего не стоят и ничего не значат. Я много раз сталкивался с тем, что не понимаю или не принимаю что-то общественно признанное и великое. Или встречал люди, которые фанатеют от того, что мне не нравится. У каждого своё в ухе звенит по-своему. Одному нравится КРК, другой от них плюётся. Одному нравится Ямахи, другой от них плюётся. Одному не нравятся, прости господи, фокалы, а другой на них на Грэмми сводят. Так и тут. Я думаю, в комментариях будет довольно много людей, которые слушали, работали или вообще купили себе PMC и живут в полном кайфе и их всё устраивает. А я вот здесь такой вот один неправильный. И да, я говорю только про конкретно вот эти вот PMC 6.2. Я не слушал 8.2. И говорят, что они, ну, там, прям вообще круче. Может быть, они и крутые, но я их не слушал. Я вот ослушал 6.2 и сделал вот такой вот ролик, где я постарался всё рассказать честно. Пишите, что думаете вы, а по экрану бегут сейчас волшебные бусте-подписчики. Спасибо вам, ребята, большое за то, что вы поддерживаете меня, мой канал, и вообще вы большие молодцы. Если вдруг вам интересно, что там у меня такого лежит, то за последнее время мне выходило некоторое количество уникальных заградных пидосов по тому, как я рассказываю, какое у нас просвидение, отвечаю на вопросы, какие-то там подкасты есть. Короче говоря, можете перейти, ознакомиться и за 100 рублей в месяц, за 500 рублей в месяц, или за божественные полторы тысячи рублей в месяц поддержки меня, вы можете получить доступ ко всем этим потрясающим видосам, которые там выходят. Следите, смотрите, кайфуйте. Не забудьте, что у меня есть телеграм-канал, который я активно веду, в котором много чего всякого происходит, и мои ребята с телеграм-канала уже давным-давно знают, что ко мне приехали ATC... Господи, ATC, я уже сам начал путаться. Ко мне приехали PMC, мы их тут слушали, мы давали какие-то на них мнения, обзоры. Если вдруг вам нужно чуть больше информации про них, то можете перейти, глянуть. Кстати говоря, у Антохи на канале... Антоха это второй владелец, которого вы сейчас смотрели. Выходил, выходил... Мне кажется, я говорил в ролике или не говорил. Я уж не помню. Короче говоря, у него, если что, есть длинная развернутая версия мнения про вот эти вот самые PMC. Если вдруг вам интересно побольше занудства и поменьше продакшена, вы можете перейти, доглянуть. Я, наверное, оставлю на него ссылочку в описании, если там ролик появится. Вот, пожалуй, на этом мы будем сворачиваться. Спасибо большое за внимание. Адью, ребята! Крутимся на стуле. Уи!